Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что у нас сегодня тема эфира. Вот колючий день, не зря у нас каптус, не только. Вот так что он... Да, но если у нас такая тема, мы без колючих тем, конечно же, не можем и обойтись. Налоговые инспекции Челябинской области принимают участие в ежегодной всероссийской акции Дни открытых дверей для граждан, декларирующих доходы. Да, первая волна акций уже прошла, и те, кто и не успел, могут задекларировать свои доходы 25 и 26 апреля. Но подробнее об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Да, у нас в гостях Елена Зотова, начальник отдела налогоблажения доходов физических лиц администрирования страховых взносов областной налоговой службы. Елена Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Акции-то пользуются популярностью? Да, эта акция пользуется популярностью. Организована она исключительно для того, чтобы в более комфортных условиях налогоплательщики могли получить информацию о том, кто должен задекларировать доходы и как это сделать. В прошлом году акция также проходила в два этапа, два дня в марте и два в апреле. Пришло более 20 тысяч граждан в Челябинской области. В эти дни мы получили 10,5 тысяч налоговых деклараций. И в текущем году мы уже принимали 5-6 апреля налогоплательщиков. Уже пришло порядка 8 тысяч граждан. Более 4 тысяч деклараций мы получили. Но во вторую волну мы ждем большее количество, потому что приближается окончательный срок представления декларации, 30 апреля. И, как правило, к этому времени многие просыпаются, многие вспоминают о своих обязанностях. Поэтому мы ждем еще большее количество граждан. Акция называется «День открытых дверей». Это значит, что простой человек может прийти, и ему прям все по полочкам размножено. Как происходит процесс? Вообще на налоговую инспекцию можно прийти в любой рабочий день. Но дни открытых дверей, они организованы так, что мы работаем более длительное время, до 8 часов вечера. Мы выводим большее количество сотрудников в залы для работы с налогоплательщиками. Налогоплательщикам помогут здесь же на компьютере заполнить декларацию, очень быстро подключиться к личному кабинету, чтобы декларацию заполнять уже дома и вообще по любым вопросам в налоговую инспекцию не приходить, а общаться онлайн. Через личный кабинет. Да, да, то есть это очень полезный сервис, и все шире и шире его возможности. Там можно увидеть информацию про себя всю, которую видит налоговый орган. Ну вот смотрите, Елена Васильевна, какие в основном вопросы задают люди, пришедшие в день открытых дверей? Топ-3 такое. Что интересует? Ну самый главный вопрос, должен ли я декларировать доходы? Потому что мы понимаем, что не все должны декларировать доходы. Основную долю доходов облагает налоговый агент, работодатель, но есть такие категории граждан. Самое понятное всем это те, кто продал в прошлом году имущество. Даже эти граждане не все должны представлять декларации. Вот на этот вопрос ответят в инспекции, надо или не надо. Ну а дальше уже вопросы, а надо ли платить налог, потому что представление декларации не всегда влечет уплату налога. То есть есть система вычетов. Очень много вопросов по тому, а как подтвердить вычеты, какие документы предоставить, потому что мы же можем не только уменьшить сумму налога к уплате, есть ситуации, когда можно получить возврат налога из бюджета. Вот это самые вопросы, наиболее интересующие налогоплательщиков. Ну и сервисы налоговых органов, как подключиться, как работать через них. Программы скачиваем налогоплательщикам на носители, которые они уносят с собой, дома заполняют декларацию. А можно прийти с флешечкой, да? Да, можно прийти с флешечкой и скачать программу. А можно, есть специально отведенные места, можно сесть за компьютер, и специалист из инспекции просто подскажет, как в вашей ситуации заполнить декларацию. Вы здесь же ее заполните, подпишите и оставите. И вот этот день открытый вириум по всей области, да? Он по всей стране. По всей стране. В одни и те же дни по всей стране. Эта акция уже несколько лет проходит, и эффективность ее подтверждается. С каждым годом приходит все больше и больше граждан, поэтому мы ее не отменяем. А каждый год, вот раньше было по два дня, сейчас вот по четыре делаем. Ну давайте тогда еще раз. Может быть тогда по шесть? У нас все растет, а может быть по шесть получится. Еще раз, с какого числа, со скольки до скольки мы можем прийти в налоговую на день открытых дверей. В ближайшие четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, налоговые инспекции, все налоговые инспекции области будут работать с 9 до 8 и ждать налогоплательщиков с их вопросами и готовыми оказать помощь. Друзья, все в налоговую, все в налоговую, в нем четверг и пятницу. Спасибо вам большое. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областной налоговой службы Елена Золотова. Да, ну а далее у нас опрос. Мы узнаем, куда, по мнению челябинцев, нужно ставить кактус. Почему кактус? Потому что сегодня у нас колючий день. Да.